всем привет сегодня будет обзор проекта в стиле коко шанель так что всем кому не безразличен дизайн интерьера и его оформления милости просим поехали эта папка и есть дизайн проект который мы сдаем нашим заказчикам она состоит из нескольких разделов во-первых здесь есть чертежи для строителей здесь есть картинки для заказчика есть ведомость отделки в которой перечислены все товары и материалы чтобы вы знали что купить а также есть планировка с расстановкой мебели чтобы мы знали что за пространство такое и как она работает сейчас будет небольшой обзор который я снимаю специально для вас и на примере этого проекта я хочу рассказать о том как мы проектируем ну и конечно же рассказать об этом очень интересном проекте почему появилось название коко шанель дело в том что когда к нам приходят клиенты каждый из них озвучивает свои хотелки ну и вообще мы знакомимся с ними разговариваем спрашиваем что им нравится в таком разговоре становится понятно какая атмосфера близка конкретному человеку эту квартиру мы разрабатывали для очень интересные женщины дамы девушки она бизнесмен то есть деловая а с другой стороны она очень утонченная очень деликатно очень вежливая любит театр искусство прекрасное на стыке вот этих двух вещей у нас родилась история про коко шанель почему потому что это про красоту это про францию это про изысканность это про моду а с другой стороны это про бунтарство про настойчивость про твердость потому что коко шанель она же революционерка в свое время практически перевернула индустрию моды так вот почему то у нас возник такой образ глядя на нашу заказчицу от этого мы оттолкнулись и начали работать над концепцией над идеей вообще это очень важный этап работы потому что именно здесь закладывается то направление дизайна в котором мы будем двигаться это какая пластика это какие цвета это какие фактуры это какая форма это какая мебель будет применяться в данном интерьере это очень важный этап некоторые называют это mood board а мы называем это концепция вот она здесь на ваших экранах посмотрите как уже даже с этих картинок становится интересно следующим этапом мы занимаемся планировкой буквально несколько слов нужно сказать о планировке потому что это очень важный этап в проектировании планировка это программа нашей жизни в этой квартире другими словами мы как бы программируем то как мы будем пользоваться этой квартиры или домом удобно ли нам будет открывать холодильник удобно ли нам будет пользоваться душем будем ли мы пересекаться с другими членами семьи или не будем как будем в какое время будем все это закладывается в планировке это сценарий жизни здесь мы конечно поработали над планировкой самая главная вещь которую я пытался решить в этой планировке это а как добавить солнечного света здесь квартира угловая и два угловых окошка не добавляют света в наш интерьер особенно в гостиной гостиная которая вытянутая это кухня гостиная и окошечко в углу вопрос а как сделать так чтобы света стало больше окно физически мы не расширим второе не добавим только планировка только с помощью планировки мы можем эту задачу решить что же делать а вот что я взял и поменял местами мебель в кухне гостиной на месте старого расположения дивана я поставил кухонный гарнитур и наоборот диван на место где стояла кухня зачем я это сделал да затем что больше всего времени мы проводим за кухней ну в данном случае и с этим клиентом все-таки она больше времени проводит на кухне и за столом поэтому стол обеденный к окну кухонный гарнитур к окну и сейчас получается что когда мы находимся в этом пространстве она прекрасно освещено а а вот там где диван там нету окна так может быть это и хорошо потому что телевизор бликовать не будет когда мы на диване читаем мы можем торшер красиво включить в общем получилось как нельзя лучше но и остальную квартиру мы немного перепланировали а в частности это гардероб я напоминаю что места хранения это очень важная тема и здесь квартира небольшая и нужно было досконально продумать места хранения а хранить много чего нам нужно но вы же помните все-таки коко шанель у нее нарядов много на мой взгляд то что было раньше это совсем не удобно и даже как-то нелепо потому что небольшая гардеробная около прихожей это у застройщика она выглядит замечательно но в жизни так не будет просто потому что застройщик нарисовал не в масштабе поэтому чтобы получилась хорошая гардеробная в прихожей нам пришлось отодвинуть стеночку расширить гардеробную чтобы влез один шкаф вдоль длинной стены ну а со стороны спальни я решил гардеробную не делать а сделать длинный шкаф вдоль всей стены в принципе этого оказалось достаточно чтобы вместить всю необходимую одежду и вот у нас вместительный гардероб около прихожей и большущий шкаф в спальне просто получилось прекрасно после того как мы закончили работу с планировкой а я считаю что она у нас получилось просто идеальное совершенство в данном конкретном случае мы добавили света мы обеспечили места хранения мы сделали кухню гостиную нарядной парадной зоной чтобы она соответствовала нашему уровню и статусу коко шанель мы сделали хорошую просторную ванну в которой запрятали стиральную машину сейчас я вам покажу как это получилось ну а начну я свой обзор с кухни-гостиной и с прихожей все-таки с прихожей начинается квартира когда мы заходим в прихожую мы видим кожаную стену это такой реверанс в пользу сумочки как о шанель а вот это вот фирменная стежка и и черной сумочки у нас появилась на стене на которой мы видим золотые светильники которые отсылают нас к фурнитуре к ручкам к аксессуарам которые будут обязательно золотого цвета вообще фирменные цвета у коко шанель конечно же мы все это изучили четырех цветов это белый черный красный и золотой и в нашем интерьере сквозь все помещения будут проходить эти цвета так вот в прихожей у нас темный цвет помимо черной стены у нас темные стены это сделано специально поэтому не думайте что что так темно почему вот я захожу а тут все так черным черно а это сделано специально чтобы подчеркнуть светлость гостиной а гостиная у нас светлое и она смотрится еще светлее за счет того что мы выходим из темной прихожей этот эффект называется эффект контраста и когда мы попадаем в гостиную этот эффект срабатывает мы еще не успеваем дойти до окна а вы помните что он в дальней части квартиры нам уже кажется что мы попали в светлое пространство когда мы идем в гостиную нас как бы зовет как бы завлекает столовая группа с комодом во главе и все это венчает люстра которая в виде то ли юбки то ли платья вот эти вот фалды люстры очень напоминают вот эти вот складочки которые используют коко шанель в своих нарядах комод черного цвета расположен на золотом фоне чтобы во первых был мягче переход цветовой а во вторых чтобы выделить его и сделать более нарядным подчеркнуть его значимость а на самом комоде весело расположились бульдожки с крылышками ну такой небольшой юмор здесь вы уже обратили внимание что сам стол находится напротив окна очень приятно будет сидеть за этим столом залитым солнечным светом смотреть в окно согласитесь это гораздо лучше когда стол находится где-то в глубине квартиры рядом окна нету и ты сидишь и смотришь в стену какая-то непонятная история мало того что здесь стол рядом с окном он солнечный так здесь еще он оформлен таким образом что прямо завлекает тебя приглашает сесть на эти мягкие стулья которые из красно-бордового бархата вокруг стола который из красного камня ну кому-то покажется он коричневым но на самом деле это красный цвет и сверху это все завершается люстра про которую я уже рассказал и которая как бы вырастает из розетки которая на потолке выкрашена в насыщенно розовый цвет розовый цвет это разбелено красный вот видите весь интерьер уже начинает нам рассказывать историю про как о шанель во первых своими формами а во вторых цветом теми фирменными цветами которыми пользовалась шанель мы решили что столовая группа то есть стол и кому за ней это будет главное в интерьере во первых когда мы заходим сразу же их видим это точка фокуса эта точка движения на которую мы движемся а вот кухня для нас не самый главный предмет в этом интерьере поэтому мы его старались со стенами слить воедино и делали фасады светлыми практически белыми лаконичными без всяческих филенок без выступающих ручек по сути это стена продолжение стены таким образом кухня стала абсолютно незаметной но насколько это возможно кухня осталась сугубо функциональная никак мы и не украшали как я уже сказал и поэтому у нас выпрыгивает вторая зона в этой комнате а это диванная группа она тоже очень интересная это диван это кресло это фабрика коре кстати говоря очень интересное кресло если мы посмотрим во первых она в таком золотом обрамлении как драгоценное кольцо с каким-то драгоценным камнем который обрамляет вот золотое колечко само по себе кресло очень интересное она с обратной стороны в цветах крупные цветы ну все-таки у нас интерьер женский женщины любят цветы и поэтому они здесь появляются диван с одной стороны лаконичный с другой стороны очень удобный над которым висит картина на которую тоже стоит обратить внимание это абстракция монохромная черная с белым но в нее врываются золотые пятна и разводы это тоже специальный прием это как лучики солнца которые появляются в нашем интерьере и добавляют свет в наше пространство а мы же помним что пространство темно и его нужно осветлить вот именно поэтому здесь появляется много золотых элементов например в обрамлении кресла как я уже сказал например стеллаж в картине вот это вот золотое пятно столик журнальный который стоит перед диваном это тоже фабрика коре на таких вот золотых птицах расположена столешница стоит обратить внимание еще на стены с одной стороны это стены как фон которые помогают растворить кухню на фоне которых висит картина и стоит стеллаж а с другой стороны это стена полосатая в черно-белую полоску и которые кстати говоря переходят в штору которая тоже в черно-белую полоску это тоже реверанс стилю шанель которая использовала полоску как фирменный стиль это во первых во вторых наша стена достаточно длинная и здесь мы ее разбавляли как раз таки вот таким приемом как полоска посередине слева темная стена там прихожая вы помните а справа просто однотонная светлая стена с окном плюс к этому на стене которая в полосочку мы повесили телевизор и пытались этот телевизор скрыть потому что ну телевизор это просто черный прямоугольник который сам по себе никакой красоты не несет поэтому нужно его всячески скрывать в интерьере и мы скрыли скрыли с помощью этой полоски и дополнить дополнительного цветового пятна который на этой полоски такие приемы дают во первых динамику интерьера во вторых глубину потому что интерьер как бы раздвигает свои границы картины помогают раздвинуть пространство рисунки на стенах помогают раздвинуть пространство поэтому этот прием еще и про это про визуальное расширение пространство но такая интересная и нарядная гостиная которая будет радовать хозяйку и и гостей во-первых насколько она светлая получилось во вторых своим дизайном необычным нарядным оригинальным очень нетривиальный дизайн и сейчас давайте посмотрим а что же получилось со спальней спальня получилось более нежной нежели гостиная она выполнена в розовых тонах это большое мягкое изголовье которое тоже обратите внимание в такую специальную строчку вот по диагонали такие ромбики сделано это опять же дань уважения стилю шанель все это на розовом фоне стены которая в черно золотой рамки очень удачно здесь стоит кресло кстати отбивка ткани которая на этом кресле называется гусиная лапка напротив кровати стоит консоль с зеркалом и здесь как любая девушка оценит так сказать это решение где по утрам но может быть и вечерам совершаются ритуальные действия со своим лицом обратите внимание на пуфик на которые здесь предлагается присесть очень оригинального дизайна напоминающий еще одну юбку с бахромой по краям на мой взгляд получилось очень нежно интересно оригинально здесь стоит обратить внимание и на цветовое сочетание и на формы которые применялись в этом проекте все это отсылает нас к стилистике куко шанель и сейчас еще одно помещение это ванна ванна выдержана в тех же самых цветах но выглядит совсем иначе но тем не менее вся цветовая гамма здесь присутствует белый черный красный и золотой просто в других оттенках другой насыщенности и выглядит это иначе но вполне гармонизирует со всей квартирой здесь большая тумба с раковиной в которую встроена стиральная машина корзина для белья все это скрыто за дверками и главный акцент у нас на зеркало и на столешницу которую мы предлагаем нарядить композиции из цветов и возможно каких-то картин с какими-то фотографиями все это выглядит очень нарядно и будет радовать хозяйку когда она будет заходить утром или вечером умыться или принять ванну душ ну и завершая экскурсию по этому объекту я возвращаюсь в прихожую потому что выходим из квартиры мы тоже через прихожую в прихожей обращаю внимание на гардероб это великолепное решение мне кажется для любой квартиры и любой семьи большая вместительная гардеробная это просто подарок где хранятся все вещи не только одежда но и такие как щетки для обуви сезонные коробки для обуви чемоданы в дизайн проекте это называется визуализация то есть когда специальной программе которая называется 3d max рисуются вот эти вот эскизы и показываются вам как заказчиком чтобы вы могли представить себе как это будет выглядеть и как вы этим будете пользоваться но после этого наступает следующий этап в проектировании вот в этом проекте а это называется чертежи и схемы для строителей подробно останавливаться на них я не буду хочу лишь сказать о том что здесь 14 разделов здесь и электрика то есть выключатели розетки светильники их расположения здесь и сантехника как где каким образом и какие сантехнические приборы подключается к воде здесь и раскладка по полу и форма потолка и проект дверей и проект вентиляции и даже проект порогов и стыков на полу можете себе представить я уж не говорю о кондиционерах и о прочих комфортных вещах которые необходимы в интерьере помимо этого есть развертки стен на которых мы указываем как раскладывается плитка и когда эти чертежи готовы мы делаем ведомость отделки кто-то его называет список материалов где указываем абсолютно все что необходимо купить для реализации вот этого дизайн проекта например у нас есть раздел напольные покрытия где мы пишем паркет плитка порожки плинтуса и все что на полу есть раздел стеновые покрытия то есть обои краска декоративная штукатурка и так далее и тому подобное отдельный раздел мебели отдельный раздел светильники отдельный раздел выключатели розетки и даже раздел декора есть в котором шторы картины это помогает вам как заказчику сориентироваться по цене потому что есть количество материала стоимость его и цена и того потом все плюсуется и вы получаете представление того сколько придется потратить денег чтобы получить вот такую красоту после ведомости отделки мы проект распечатываем сшиваем и передаем на руки счастливому клиенту но на этом работа не заканчивается она только начинается потому что после проекта начинается реализация проекта но это уже совсем другая история а на этом все ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик да прибудет с вами муза